Добрый день. Square One, вероятно, самое трудное в освоении главоломка, которую собирают на официальных чемпионатах по спидкубингу. Она изобретена в 1990 году Карлом Грешелем и Войтехом Копски. Запатентована в 1992, в Чехословакии и в 1993 уже в США. Первоначальное название было Back to Square One или Cube 21. Цифра 1 в названии намекает на то, что это не единственная модификация данной главоломки. Есть еще Square Two, SuperSquare One и другие виды. Найбольшую популярность приобрела именно версия 1. В этом видео я расскажу, как собрать Square One. В ходе ролика я буду называть его просто Square. Строение Square достаточно простое. Он состоит всего лишь из трех слоев, как и обычный кубик Рубика 3х3. На верхнем слое есть четыре крупных элемента. Их будем называть углами. Они имеют три цвета. И четыре более мелких элемента, имеющие два цвета. Поэтому по аналогии с кубиком 3х3 будем называть их ребрами. На нижнем слое все то же самое. Средний слой состоит всего лишь из двух элементов. Особенности конструкции Square позволяют ему при вращении менять свою форму. Расцветка Square такая же, как у стандартного кубика Рубика. И на большинстве моделей цвета располагаются именно так. Но у некоторой модели белый и желтый меняют местами. И чтобы привести их к какому-то другому состоянию, можно снять эту зеленую планку, эту синюю планку, поменять местами. И тогда будет возможно белый и желтый тоже поменять местами. В процессе сборки Square не обойтись без формул. Язык вращения здесь отличается от остальных головоломок, но он все равно достаточно простой. В записи формул можно увидеть цифры, которые стоят через запятую и знак слэш. Слэш обозначает вот такое движение, которое мы будем называть слайс. В кубике 3х3 это аналогично движению R2. Неважно в какую сторону делать слайс, можно от себя, можно на себя. Эффект будет точно такой же. То есть движение правой части Square на 180 градусов. Первая цифра обозначает движение в верхней грани. Вторая цифра движение в нижней грани. Перемещение одного ребра по часовой стрелке это цифра 1. Перемещение одного угла по часовой стрелке это 2. Если мы одновременно вращаем одно ребро и один угол, 1 плюс 2 это 3. Еще одно ребро это будет уже 4. Движение против часовой стрелки. Минус 1, минус 2, минус 1. Ребро единичка, угол двоечка. 1, 2, минус 2, минус 1, минус 2. Если мы сделаем ход U2, как на обычном кубике 3х3, то мы переместим одно ребро, один угол, еще одно ребро, еще угол. И получится у нас 2, плюс 1, плюс 2, плюс 1. Это движение 6. Если сделать движение просто U, то мы переместим одно ребро и один угол. Это движение 3. В обратную сторону минус 3. Минус 2, минус 1. Минус 3. 6. Если при этом нижняя грань не вращается, то пишется 0. Точно так же, если мы не вращаем верхнюю грань, то пишем 0 и число вращений нижней граней. По часовой стрелке положительное вращение против отрицательное. Для нижней грани положительное вращение в эту сторону. Если мы посмотрим на нижнюю грань, то это будет по часовой стрелке. И точно так же, угол это 2, ребро это 1. В обратную сторону минус 1, минус 2. Минус 3, минус 1, минус 2. Сделать двойное движение, это опять же 6. Попробуем выполнить алгоритмы, записанные на языке вращения. К примеру, вот такой. 1, 0. Это мы вращаем верхний слой на одно ребро по часовой стрелке. Нижний слой не трогаем, потому что 0. Слайс. Минус 3, 0. Верхнюю грань вращаем на одно ребро и один угол. Это 1, это 2, это 3. Минус 3. Нижнюю грань опять не трогаем, потому что 0. Слайс. Минус 1 сверху, минус 1 снизу. Не забываем, что вращения положительные сверху и снизу, они как бы в обратной стороны. Слайс. 4 сверху, 1 снизу. 1, 2, 3, 4 сверху и 1 на одно ребро снизу. Слайс. Ну, минус 1, 0. Вот такой вот алгоритм. В процессе сборки их потребуется еще много. Также существует отдельное наименование такой устойчивой комбинации, как M2. Если мы возьмем кубик 3х3, то M2 выглядит вот так. Вращение среднего слоя дважды. На сквере как бы нет среднего слоя. Но есть сверху два ребра, снизу два ребра и средний слой, который состоит из двух элементов. Но мы можем сделать 1, 0, слайс, минус 1, минус 1, слайс. Ну и довернуть вот так. И мы получим ситуацию, очень похожую на M2 на кубике 3х3. Поэтому она так и называется. И она часто используется в алгоритмах. В перемешанном состоянии сквайр теряет форму куба. Поэтому первым этапом сборки является возвращение кубической формы, так называемый куб шейп. Мы должны придать сквайру форму куба за исключением среднего слоя. То есть средний слой мы будем пока игнорировать. Далее, сохраняя кубическую форму, мы должны правильно ориентировать элементы верхнего слоя. Отдельно углы и отдельно ребра. На следующем этапе мы правильно расставим элементы верхнего и нижнего слоев по своим местам. И решим при необходимости паритет. Также в конце может потребоваться отдельный алгоритм для того, чтобы правильно расположить элементы среднего слоя. Прежде чем приступить непосредственно к сборке, сначала определимся, как правильно нужно держать сквайр. Мы видим, что средний слой состоит из двух частей. Можно взять вот такую часть к себе, но тогда вращать у нас сквайр не получится. Можно взять вот так. Слева будет меньшая часть, справа большая. И можно взять вот так. Слева будет большая часть, справа меньше. Также можно брать себе либо оранжевой стороной, либо красной. Условимся, что всегда мы должны держать сквайр вот этим маленьким кусочком слева. Если мы будем следовать этому нехитрому правилу, то нам будет удобнее собирать сквайр, поскольку перехватывать мы его не будем. И сверху всегда будет желтый цвет. То есть и собирать мы будем сверху желтый. Можно, конечно, держать к себе оранжевой стороной, а не красной, как я показал. Это мало на что повлияет, но при официальном скрамблинге к себе должна быть направлена более темная сторона. В данном случае красная темнее, чем оранжевая. Поэтому при перемешивании головоломки держать нужно именно красной к себе. При сборке это не обязательно. Но для определенности можно держать красным к себе. Этап куб шейп достаточно интуитивный и больше похож на сборку креста в кубике рубика 3х3. У многих он вызывает затруднения, поэтому я расскажу здесь поподробнее. Процедуру возвращения кубической формы можно разбить на два подэтапа. На первом из которых нам нужно будет собрать вот такую вот звезду на нижнем слое. Причем не важно, какого цвета будут эти элементы. Для того, чтобы собрать звезду, нам потребуется 6 угловых элементов. Мы видим вот 3 угловых элемента, составленных вместе, дают нам половину такой звезды. Если у нас есть 3 угла рядом, мы их просто опускаем вниз. И отводим в левую сторону. Помним, что меньшая часть среднего слоя у нас находится слева. Я выбрал красную. Дальше. Нам нужно еще 3 угловых элемента, стоящих рядом. Я вижу 2. Снизу вижу еще 2. Вот эти 2 элемента стоят рядом. И они находятся рядом с линией слайса. Если мы повернем сквайр вот так, то они придут вот сюда. Но если они придут вот сюда, мы можем здесь заранее подготовить угловой элемент, который вместе с ними создаст 3 в ряд. Тогда мы эти 3 угла опять подводим к линии слайса и опускаем вниз, тем самым получая звезду. Очевидно, что если у нас нет тройного блока, то его нужно создать. Для этого находим хотя бы двойной. Если двойного нет, то создаем его. И подводим этот блок к линии слайса. Если мы подведем вот сюда, к линии слайса, то вращаться не будет, поскольку вот этот уголок будет мешать. Подведем другой стороной. Вращение возможно. Понимаем, что вот сюда придет элемент, который будет находиться вот здесь. Вот здесь как раз стоит уголок. Если бы его не было, мы просто бы повернули. Подводим уголок к линии вращения и соединяем с этими двумя. Получаем тройной блок. Размещаем их вот здесь вправо. Отправляем вниз и влево. Теперь у нас есть три в ряд. Нужно еще три. Сверху видим все поодиночке. Нужно их как-то группировать. Ставим один из углов к линии слайса. Видим, что здесь к нему так можно поставить второй. Ну и к ним нужен третий. Снизу есть один уголок, но к линии слайса мы его поставить не можем, поскольку будем тогда нарушать положение вот этих. Из этих нужно что-то собрать. К примеру, можем взять вот этот уголок, опустить вниз, пододвинуть вот эти два уголка к линии слайса и вернуть. Получим три в ряд. Переводим в правую сторону и опускаем вниз. Вот у нас звезда. Иногда бывает, что звезда на скрамбле сразу уже собрана. Или для того, чтобы собрать, достаточно сделать одно-два движения. К примеру, есть один тройной блок и второй тройной блок, который достаточно объединить. Но не всегда все так просто. Рассмотрим еще вот такой вот случай. Ни сверху, ни снизу, ни тройного блока. Чтобы его создать, мы можем поступить следующим образом. К примеру, не глядя на то, что у нас снизу, мы можем вот к этому блоку попробовать поставить вот этот элемент рядом. Для этого мы просто опускаем вот этот уголок вниз, подводим вот эти два угла и возвращаем. Получаем тройной блок. Отводим в правую сторону, опускаем и переводим влево. Также здесь можем повторить такую же схему. Видим вот здесь два элемента. Можно было, конечно, опустить и их, но движение невозможно. Берем вот этот уголок, опускаем вниз, подводим, поднимаем. Не всегда такие движения возможны, но иногда они нам ускоряют процесс. И опять получаем звезду. В некоторых случаях, когда нет тройного блока, его можно сделать в одно движение. К примеру, вот здесь снизу есть два уголка. Сверху, как раз у линии слайса, стоит еще один. И после одного движения получаем тройной блок, который можем сразу отвести влево. Дальше из оставшегося мы собираем еще один тройной блок. К примеру, мы можем два вот этих угла опустить вниз и подвести сюда. Здесь может у нас движение быть запрещено. Мы просто подводим следующий уголок и получаем тройной блок, который также отправляем вниз. Подходов для создания вот этой звезды достаточно много. Можете использовать те методы, которые показал я. Можете придумать свои. Здесь все интуитивно. После сборки звезды мы можем получить всего лишь пять возможных ситуаций, из которых достаточно выучить только две. Четный случай и нечетный случай. Эти три можно привести к этим двум. Подобная ситуация приводится к нечетному случаю. Такие ситуации приводятся к четному случаю. Решение четного случая достаточно простое. Его легко запомнить визуально. Но внизу экрана все равно будет написана формула. Для начала мы располагаем два угла перед собой, так что сзади у нас получается восемь ребер. Снизу у нас шесть углов и не важно, как их располагать. Делаем первое движение, как бы рассекая пополам фигуру, которая находится сверху. Слайс. Мы получаем две одинаковых фигуры, которые нужно поставить одинаково. Для этого верхнюю мы поворачиваем на один угол, то есть на два. Нижнюю мы поворачиваем на два угла, то есть на четыре. Так, чтобы они встали одинаково. То есть полностью соосно. Делаем опять свайс. Получаем две одинаковые фигуры. На этот раз вот такие, похожие на бочки. Такие фигуры нужно поставить перпендикулярно. Верхнюю фигуру мы поставим вертикально. Нижнюю фигуру мы поставим горизонтально. И делаем опять свайс. Опять получаем одинаковые фигуры. Ставим их, опять же, в одинаковое положение. Это так. Это вот так. Делаем свайс. И у нас получается форма кубика. На всякий случай повторим. Берем два угла к себе. Слайс. Поворачиваем верхнюю фигуру сюда, нижнюю сюда. Так, чтобы они стояли одинаково. Слайс. Верхнюю фигуру ставим вертикально. Нижнюю горизонтально. Слайс. И получаем вот такие фигуры. Ставим их одинаково. Слайс. Кубическая форма собрана. Если ситуация вот такая, то она называется 2-6. Это уже четная ситуация. И при помощи пары движений можно привести к предыдущим случаям. Для этого мы повернем верхнюю грань так, чтобы слева были 6 ребер. А справа 2 ребра и 2 угла. Здесь главное понять. Опускаем. И подводим вот эти 2 ребра к слайсу. К линии слайса. Поднимаем. И получаем наш обычный четный случай. Ставим вот так. Ну и делаем четный случай. Слайс. Поворачиваем. Поворачиваем. Слайс. Вертикально. Горизонтально. Слайс. Сюда. Сюда. Слайс. Кубическая форма готова. Еще одна четная ситуация. 4 ребра здесь. 4 здесь. 4-4. Для того, чтобы привести к исходной ситуации, мы делаем вот так. Устанавливаем вот эти 4 ребра по линии слайса. Поскольку фигура верхняя симметрична, то неважно, какие 4 ребра мы установим к слайсу. Главное, чтобы они находились справа. Опускаем. Подводим теперь вот эти 4 ребра к слайсу, как и в предыдущем случае. И поднимаем. Вот получается четный случай. Скажу еще раз. 4 ребра тут, 4 тут. Подводим к линии слайса. В прошлой ситуации мы ставили 2 ребра вот здесь. Здесь именно к линии слайса. Опускаем вниз. И подводим ребра к линии слайса. Это уже одинаково с предыдущим случаем. Поднимаем и получаем четный случай. Который быстро решаем. В нечетных случаях всего 2. Это 1, 7 и 3, 5. Приводятся они к 1, к 1, 7. Сейчас я покажу. Решение нечетного случая менее интуитивное, но форму достаточно легко запомнить. Слайс 2, 0. Слайс 1, 2. Слайс 3, минус 2. Слайс минус 1, минус 2. Слайс 0, минус 3. Слайс. Ситуация 3, 5 стандартным способом приводится к ситуации 1, 7. Для этого мы опять располагаем вот эти 3 ребра рядом со слайсом. Опускаем их вниз. Пододвигаем вот эти ребра к слайсу. И поднимаем вверх. Вот у нас получилась ситуация 1, 7. Еще раз повторяем. Вот эти 3 ребра подводим к линии слайса. Опускаем вниз. Сдвигаем вверх вот на этот уголок. И возвращаем. Получаем нечетный случай. Располагаем как положено. И решаем. Слайс 2, 0. Слайс 1, 2. Слайс 3, минус 2. Слайс минус 1, минус 2. Слайс 0, минус 3. Слайс. В процессе сборки кубшейпа у вас может случиться такое, что средний слой останется несобранным. На него я сейчас рекомендую не обращать совершенно внимания. Но если вас это сильно расстраивает, то вы можете повернуть верхний слой на единичку и сделать слайс. И тогда средний слой соберется. Расположение элементов, конечно, поменяется. Но если очень уж хочется форму куба полностью, то можно сделать так. Но на самом деле положение среднего слоя сейчас совершенно не важно. и еще не раз изменится на последующих этапах. На следующем этапе мы должны правильно ориентировать угловые реберные элементы верхнего слоя. То есть желтые элементы. И начинаем мы с углов. Нужно поставить наверх 4 желтых угла. Иногда это получается сделать достаточно просто. Видим здесь два желтых угла и здесь два желтых угла. Ставим их наверх и получаем 4. Но форма куба у нас нарушилась. Чтобы она не нарушалась, мы перед каждым движением делаем 1, 0. Тогда можем вращать и форма кубика у нас будет сохраняться. Вместо 1, 0 можно делать 0, минус 1. Это как удобнее. Сборка желтых углов очень похожа на сборку центров на кубике 4х4. К примеру, вот два желтых угла. Делаем дополнительный ход. И ставим сюда еще два желтых угла. Получаем 4. Если наверху только один желтый угол, мы к нему можем поставить какой-нибудь еще. К примеру, вот этот. Поворачиваем нижний или верхний слой на единичку. И получаем два угла рядом. К которым, располагая их слева, интуитивно ставим еще два угла. Я обычно какую грань вращаю, там и делаю вот эту единичку. То есть я сейчас вращаю нижнюю, могу поднять их так. И форма куба у нас сохраняется. Если бы я не сделал это смещение, то мы получили бы 4 угла, но форма куба бы потерялась. Поэтому делаем ход 0, минус 1 и поднимаем. Если сверху у нас три элемента, а снизу соответственно один, мы вот этот один располагаем вот на этом месте, перед собой справа. А здесь справа делаем так, чтобы было два угла. Причем слева должен именно сверху находиться еще один желтый уголок. Мы можем поставить вот так. Будет два угла, но желтый уголок будет снизу. Тогда вот при таком движении у нас здесь два угла не соберутся. Поэтому располагаем вот этот уголок аналогично вот этому. То есть если на него посмотреть, он сверху и этот сверху. Вращаем на единичку, поднимаем, отводим в сторону, возвращаем. У нас получилось вот так все из-за того, что мы не довели немножко на единичку. Это нормально. Просто возвращаем и поправляем. Получаем четыре угла. Соответственно, если вот этот уголок разместить с нижней стороны, то мы должны здесь поставить два угла, а этот здесь. Опять поддвигаем на единичку, поднимаем, отводим в сторону и опускаем. Вот четыре угла. Многих смущает вот такая вот ситуация. Но решать ее можно точно так же, как на кубике 4х4. Ставим верхний и нижний углы друг над другом. То есть вот этот угол и вот этот друг над другом. И вот эти два тоже. Ну смещаемся на единичку, поднимаем. Здесь получается два угла, их отводим в сторону. И здесь получается два угла рядом, их тоже отводим в сторону. Эти углы в левую, эти в правую. Остается у нас смещение на единичку. Поднимаем, получаем четыре угла. Если у нас сверху два угла рядом, а снизу два угла по диагонали, то мы можем в одно движение привести их к ситуации, что здесь три угла. И решить, как обычно. Ставим здесь. Ставим вот так. Подводим единичку. И получаем четыре угла. То же самое с зеркальной ситуацией. Если здесь два угла по диагонали, а здесь два угла рядом. Мы можем сначала отправить вот эти два угла наверх, опять сместив на единичку. И получить ту же ситуацию 3.1. Ставим углы сюда, смещая. Это, в принципе, все ситуации, которые могут быть с углами. Решается все интуитивно и достаточно просто. Правильно ориентировать ребра можно при помощи одного единственного алгоритма, который позволяет решить вот такую ситуацию. Когда желтое ребро здесь, а белое здесь. Дополняется алгоритм следующим образом. Мы располагаем белое ребро у дальней стороны, желтое у ближней. 0, минус 1. Слайс. Минус 3, 0. Слайс. 4. Два ребра, один угол. 1. Слайс. Минус 4. Опять два ребра и один угол. Минус 1. Слайс. Здесь интуитивно можно догадаться. 3. Ребро, угол. Слайс. Ну и дополнительное движение. 0, 1. Соответственно, любую ситуацию мы можем решить только из-за алгоритма. Устанавливаем белое ребро сзади, желтое ребро снизу, спереди, и делаем его. Минус 1 снизу. Слайс. Минус 3. Слайс. 4. 1. Слайс. Минус 4. Минус 1. Слайс. 3. 0. Слайс. И 0, 1. До ворот. Теперь вот это белое ставим назад. И вот это желтое ставим перед собой. И повторяем. 0. Минус 1. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 4. 1. Слайс. Минус 4. Минус 1. Слайс. 3. 0. Слайс. 0. 1. И любое количество элементов мы можем так поочередно переставить. Очевидно, что это не самый эффективный способ. И этот алгоритм нужно использовать только когда нам нужно переставить один элемент. Есть более быстрые способы для решения других ситуаций. К примеру, в этом случае, когда у нас два белых и два желтых располагаются таким образом. Это как раз тот самый случай М2, который я показывал в самом начале видео. 1. 0. Слайс. Минус 1. Минус 1. Слайс. Ну и до ворот. Еще раз делаем М2. Два элемента вертикально. Два элемента вертикально. 1. 0. Слайс. Минус 1. Минус 1. Слайс. 0. 1. Очевидно, что вот подобные ситуации можно решать комбинацией предыдущих методов. То есть для начала вот эти два и вот эти два переставим. 1. 0. Минус 1. Минус 1. 0. 1. И потом по одному элементу также переставим. Располагаем желтый перед собой, белый у дальней стороны. 0. Минус 1. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 4. 1. Слайс. Минус 4. Минус 1. Слайс. 3. 0. Слайс. Ну и до ворот. В случае вот такой ситуации можно дважды применить М2. Делаем первый раз из любого положения. Для второго раза поворачиваем как нам нужно и делаем еще раз. Для вот такой ситуации или симметричный, когда сверху 2 вертикально, а снизу 2 уголком, можно также применить сначала М2 и потом переставить уже по одному элементу. М2 не решает ситуацию. Здесь нужно переставлять либо по одному элементу, самым первым алгоритмом, который я показывал, либо использовать специальный. Для этого мы располагаем два верхних ребра налево и назад. Нижние ребра назад и направо. Делаем следующий алгоритм. 1. 0. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. Минус 1. Минус 1. Слайс. 4. 1. Слайс. Ну и дворот. Минус 1. 0. Многие пренебрегают этим алгоритмом. То, что без него можно обойтись, но на самом деле запоминается он очень легко. Делаем 1. 0. Слайс. Потом подводим вот это белое ребро сюда к слайсу. Стандартный ход. Минус 1. Минус 1. И потом интуитивно вот эту желтую часть располагаем с левой стороны. Но если присмотреться, то у нас и верх, и низ сдвинут на единичку. Поэтому если верх у нас хорошо стоит, то низ нужно поправить. Да? Ну и интуитивно можем также увидеть, что если поднимем, то будет все уже красиво. Ну и дворот. На этом базовые алгоритмы для ориентации элементов закончились. Дополнительные покажу в конце видео. После ориентации всех элементов необходимо расставить по своим местам ребра и углы. Начинать будем с углов. Существует всего 8 различных ситуаций. И чтобы в них ориентироваться, ведем следующее обозначение. Если на грани есть два угла, которые правильно расположены относительно друг друга. К примеру, вот эти два угла оранжевым цветом находятся на одной стороне. Такую ситуацию будем называть глаза. Причем глаза мы будем называть только в том случае, если два правильных угла единственные на верхней или нижней грани. На нижней грани мы видим здесь два синих, два оранжевых, два зеленых и два красных. На нижней грани все углы расположены правильно. Такую грань будем считать собранной. Если только два угла расположены правильно, такую ситуацию будем называть глаза. В данном случае сверху глаза, снизу собрано. Если на грани глаз нет, здесь есть, а вот здесь нет. То есть, как не вращай, глаз мы не найдем. Такую ситуацию будем называть копье. Поскольку для того, чтобы углы расставить правильно, их нужно переместить по диагонали. К примеру, два вот этих угла, либо два вот этих. Такую перестановку делает алгоритм копье для кубика 3х3. По идее, для того, чтобы решить все ситуации, достаточно всего лишь двух алгоритмов. Один из которых будет переставлять два угла на верхней грани, другой два угла на нижней грани. Ну, именно с этих алгоритмов мы и начнем. Если нам нужно переставить два угла на верхней грани, мы располагаем глаза сзади. Нижние углы у нас расставлены правильно. Неважно, в каком положении буду находиться. Делаем следующий алгоритм. Слайс. 3. Минус 3. На одинаковое количество элементов сдвигаем и верхнюю, и нижнюю грани. Слайс. Верхнюю грань возвращаем. Минус 3. Нижнюю не трогаем. Слайс. Нижнюю грань возвращаем. 3. Верхняя 0. Нижняя 3. Слайс. И теперь нижнюю грань в одну сторону, в другую сторону. До тех пор, пока у нас не соберется. Повторим алгоритм из собранного положения. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Минус 3. Сверху. Снизу. 3. Минус 3. Снизу. 3. Снизу. То есть, как бы туда-сюда гоняем нижнюю грань. Вот у нас опять глаза. Независимо от того, что здесь стоит ребро, это ситуация глаза. Располагаем их сзади. И повторяем. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Сверху. Снизу. Обратно. Обратно. Вот такой легкий и незамысловатый алгоритм. Его можно запомнить визуально, либо по формуле, которая написана внизу экрана. Если на верхней грани углы собраны, а на нижней грани глаза, то для того, чтобы переставить вот эти два угла, глаза опять располагаем сзади. И делаем очень похожий алгоритм на предыдущий. Для начала. Слайс. И те же самые движения. 3. Минус 3. В предыдущем случае мы сначала сдвигали верхнюю грань. Ну, а здесь все наоборот. Сначала сдвигаем нижнюю грань. Сделаем слайс. Сдвигаем нижнюю. Сдвигаем верхнюю. И гоняем теперь верхнюю туда-обратно. Ну вот, углы собрались. Очень похожие алгоритмы. И используя только эти два алгоритма, можно собрать все углы из любой ситуации. Вот я смоделировал самую сложную ситуацию, если использовать только два алгоритма. Сверху копье и снизу копье. Если копье сверху, то алгоритм для перестановки углов нужно выполнить здесь дважды, чтобы поставить все углы как надо. Поскольку глаз нигде нет, то неважно, какой стороной повернуть верхнюю грань. Выполняем алгоритм для перестановки двух верхних углов. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Минус 3. Сверху. 3. Снизу. Минус 3. Снизу. 3. Снизу. После однократного выполнения у нас появляются глаза на верхней стороне. Поворачиваем их сзади и повторяем алгоритм. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Сверху. Снизу. Обратно. Обратно. Сверху углы собираются. Делаем то же самое, но для нижней грани. Здесь тоже копьё. Выполняем алгоритм первый раз. Слайс. 3. Минус 3. Поскольку мы меняем углы на нижней грани, то начинаем с нижней. Снизу. Сверху. Обратно. Обратно. Должны появиться глаза. Вот они. Располагаем их сзади. И повторяем. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Снизу. Сверху. Обратно. Обратно. Все углы собраны. Мы сейчас использовали алгоритмы 4 раза, поскольку это самая сложная ситуация. Если, к примеру, сверху были бы глаза, снизу копьё, то уже потребовалось 3-жды применять алгоритм. Ну и если глаза-глаза, то дважды. Собрано глаза один раз. Если везде собрано, то не пришлось бы применять ни одного раза. Можно делать так. Но остальные алгоритмы достаточно просты. И можно из любой из 8 ситуаций выходить за один раз. К примеру, если у нас на нижней грани углы собраны, сверху копьё, то мы делаем следующее движение. Слайс. 3. 3. Слайс. Минус 3. Ноль. Слайс. Повторяем. 3. 3. Слайс. Минус 3. Ноль. Слайс. 3. 3. Слайс. То есть, по сути, делаем одни и те же движения, и у нас собираются углы. Повторим. Слайс. 3. 3. Слайс. Минус 3. Ноль. Слайс. 3. Три. Слайс. Минус 3. Ноль. Слайс. 3. Три. Слайс. Вот у нас опять смоделировалась наша ситуация. Как можно заметить, в алгоритмах для перестановки углов всегда мы перемещаем на 3. Либо в плюс, либо в минус. Из-за такого однообразия алгоритмы здесь все легко запоминаются. Слайс. 3. 3. Слайс. Минус 3. Слайс. 3. 3. Слайс. Минус 3. Слайс. 3. 3. Слайс. Если же углы собраны на верхней грани, а копье снизу, мы делаем практически такой же алгоритм. Слайс. 3. 3. Слайс. Если копье было сверху, мы делали минус 3 сверху. Сейчас же копье было снизу, будем делать минус 3 снизу. Сверху 0. То есть 0. Минус 3. Слайс. 3. 3. Слайс. Минус 3 снизу. Сверху 0. Слайс. 3. 3. Слайс. То есть разница только в ходах, где сверху было минус 3, 0. Снизу 0, минус 3. Запомнить легко. Фактически один алгоритм для двух ситуаций. С незначительными изменениями. Наверное, самый частый и очень простой алгоритм. Глаза сверху, глаза снизу. Располагаем глаза сзади. И делаем следующее движение. Слайс. Минус 3, 0. Слайс. 3. 3. Слайс. 0. Минус 3. Слайс. Достаточно мало движений, и они легко запоминаются. Кроме того, тактильно легко контролировать выполнение всех поворотов. Сделаем еще раз. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. Дальше поворачиваем вот этот угол. Ну, как бы, у. Сюда он четко становится. И вот этот угол тоже. С пальцами можно ощущать, что он встал на место. Слайс. Ну и знакомые фигуры, которые на этапе куб шейпа нам уже встречались. Поворачиваем. 0, минус 3. Слайс. Вот у нас опять смоделировалась эта ситуация. Глаза снизу, глаза сверху. Ну и повторим. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 3. 3. Слайс. 0. Минус 3. Слайс. Все углы собраны. Гораздо менее частая, но более простая ситуация. Копьё сверху, копьё снизу. Неважно, какой стороной располагать верхнюю и нижнюю грани. Из любого положения выполняем алгоритм. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Минус 3. 3. Слайс. То есть мы как бы сделали слайс, отправили в одну сторону пару углов, делали слайс и вернули их. Тем самым мы поменяли углы по диагонали. У нас опять эта ситуация смоделировалась. Слайс. 3. Минус 3. Слайс. Минус 3. 3. Слайс. Углы собраны. Ну и осталось всего две ситуации. Когда сверху глаза, снизу копьё. Ну и будет ситуация наоборот. Если на одной грани глаза на другое копьё, глаза мы всегда будем располагать слева. И как бы руками своими зафиксировали эти два глаза. А переставлять будем остальные углы. Если глаза сверху, то в основном работать будем нижней гранью. Слайс. 0. Минус 3. Слайс. 0. 3. Слайс. 0. Минус 3. Слайс. 0. 3. Слайс. И все углы собрались. То есть мы просто повторяли одни и те же движения. Слайс. Туда. Обратно. Туда. Обратно. Движения только нижней грани. И слайсом они разделены. Эти два угла стоят слева. Снизу копьё. Ещё раз. Слайс. В одну сторону. В другую сторону. В одну сторону. В другую сторону. И все углы собрались. Грех не выучить. И аналогичный алгоритм. Если у нас глаза находятся снизу. А копьё сверху. Глаза опять располагаем слева. И делаем примерно то же самое. Слайс. В одну сторону. В другую сторону. В одну сторону. В другую сторону. Легко и просто. И причём эти алгоритмы можно выполнять достаточно быстро. Вот опять смоделировалось. Слайс. Туда. Обратно. Туда. Обратно. Углы собраны. Мы рассмотрели все ситуации, которые могут возникнуть при перестановке углов. То есть в любой случай можно решить за один алгоритм. И я крайне рекомендую так и поступать. При перестановке ребер на верхней и нижней гранях достаточно применять всего лишь два алгоритма. И мы сможем решить любую ситуацию, которая может возникнуть. Не всегда самым быстрым способом, но всегда точно решить сможем. Основной алгоритм будет нам переставлять два вот этих ребра и два вот этих ребра. При выполнении необходимо ребра, которые нужно переставить, расположить сзади и справа. Как на верхней грани, так и на нижней грани. Алгоритм следующий. Минус два. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Минус один. Минус один. Слайс. Минус два. Один. Слайс. Ну и доворот. Два ноль. Вот у нас переставились эти ребра. Если нужно переставить большее количество ребер, то будем применять этот алгоритм несколько раз. К примеру, здесь нужно переставить три ребра на верхней грани и три ребра на нижней грани. Сделать это можно разными способами. К примеру, на верхней грани мы сначала поменяем два вот этих ребра. Для этого расположим их сзади и справа. На нижней грани попробуем поменять, ну, к примеру, два вот этих ребра. И также их расположим сзади и справа. Выполняем алгоритм. Минус два. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Минус один. Минус один. Слайс. Минус два. Один. Слайс. И доворот. Видим, что на верхней грани две стороны уже собраны. И две еще нужно собрать. За одно применение алгоритма мы это сможем сделать. На нижней грани была похожая ситуация. Но мы видим, что собранные грани располагаются друг напротив друга. Получается, что за один алгоритм мы не сможем переставить вот эти ребра. Если мы будем использовать алгоритм, который сейчас применяли. Получается, что мы нерационально выбрали ребра, которые нужно переместить. Такая ситуация тоже решается, но просто чуть дольше. К примеру, поставим сначала вот эти ребра по местам. Сзади и справа. А здесь переставим как-нибудь. Потому что за раз у нас это не получится. Минус два. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Минус один. Минус один. Слайс. Минус два. Один. Слайс. И доворот. Два ноль. Верхняя грани собрана. На нижней у нас получается необходимо переставить три ребра. Мы видим, что если опять мы будем приставлять вот эти ребра, у нас соберется зеленая грань, а оранжевая грань не соберется. Напротив зеленой у нас есть синяя, но красная останется без изменений. То есть опять будет все по-прежнему. Две грани собраны напротив. Нас этот вариант не устраивает, поэтому гораздо разумнее переставить два вот этих ребра. Если красная пойдет сюда, у нас соберется красная и рядом с ней будет синяя сторона. Получается будут собраны две смежные стороны. А это всегда удобнее. То есть при переставивке ребер на любой грани, что верхней, что нижней, мы всегда стремимся, чтобы у нас смежные грани были собраны. Располагаем вот это ребро и вот это сзади и справа. Верхняя грань собрана, поэтому не важно в каком положении она будет находиться. Мы видим на верхней грани вот эти ребра поменялись местами. На нижней смежной стороны собраны. И здесь две стороны, которых тоже ребра нужно поменять местами. Ставим их в нужное положение и делаем алгоритм еще раз. Минус два, ноль, слайс. Три, ноль, слайс. Минус один, минус один, слайс. Минус два, один, слайс. Доворот. Верхняя и нижняя грани собраны. Рассмотрим еще одну ситуацию. Здесь, что на верхней грани, что на нижней грани, ни одно ребро не стоит на своем месте. Поэтому будем их как-то переставлять. Видим, что вот красное рядом с красной гранью. То есть, если переставить красное и оранжевое ребра местами, то красная сторона соберется. Ну, с этого можно начать. Устанавливаем сзади и справа. Аналогично ищем на нижней грани. Красное ребро, красная сторона тоже установим сзади и справа. Выполняем алгоритм. Минус два, ноль, три, ноль, минус один, минус один, минус два, один, слайс. Доворот. Видим, что одна сторона собралась очень хорошо. И снизу тоже одна сторона собралась. Остается переставить по три ребра. Рассуждаем аналогично. Если мы переставим вот эти два ребра, то соберется зеленая грань. Она будет рядом с красной, и это нас устроит. Снизу у нас ситуация точно такая же. Сделаем так же. Располагаем вот эти ребра, и эти, сзади и справа. Выполняем алгоритм. Минус два, ноль, три, ноль, минус один, минус один, минус два, один. Доворот. И остается переставить два ребра сверху, два ребра снизу. Минус два, ноль, три, ноль, минус один, минус один, минус два, один. Доворот. Сверху собрано, снизу собрано. Но не всегда все бывает так хорошо и красиво. Как можно было уже догадаться, если количество перестановок сверху и снизу совпадает, то все у нас соберется. Но может случиться такое, что снизу достаточно будет переставить ребра один раз, а сверху для перестановки трех ребер потребуется выполнить алгоритм дважды. Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Я поменяю вот эти два ребра, чтобы собралась зеленая грань рядом с красной. Минус два, три, минус один, минус один, минус два, один. Доворот. Мы видим, нижняя грань собралась, а верхняя нет. Если мы будем повторять наш алгоритм, мы будем собирать верхнюю грань и разбирать нижнюю. Верхняя собрана, нижняя разобралась. Повторим еще раз. Получим аналогичный эффект. Сверху два ребра нужно переставить. Наш алгоритм переставляет одновременно два ребра тут и два ребра здесь. Если нам нужно переставить два ребра на одной грани, то это паритет. И паритет решается отдельным алгоритмом, который гораздо длиннее. Его чуть труднее запомнить, но если найти в нем некую закономерность, то сделать это будет легче. Алгоритм переставляет нам вот эти ребра по кругу. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Посмотрим, что получится, если его применить. Движение следующее. Слайс. Три. Три. Слайс. Один. Ноль. Слайс. Минус два. Минус два. Слайс. Два. Ноль. Слайс. Два. Два. Слайс. Минус один. Ноль. Слайс. Минус три. Минус три. Слайс. Ноль. Два. Слайс. Минус два. Минус два. Слайс. Нижняя грань как была собрана, так и осталась. На верхней ребра переставились. И мы видим, что у нас три ребра нужно переставить. Не два, как было, а три. Соответственно, если мы выполним алгоритм перестановки для двух вот этих ребер, чтобы собрались смешные стороны. Минус два, три. Минус один, минус один. Минус два. Один. Доворот. То у нас останется два ребра неправильных сверху и появится два ребра неправильных снизу. Соответственно, за один алгоритм мы сможем расставить все по своим местам. Прокрутим алгоритм из положения, когда все ребра стоят правильно. Слайс. Три. Три. Такие ходы были у нас где-то при перестановке углов. Слайс. Дальше. Чуть отводим. Слайс. Видим сверху два вот таких ребрышка и снизу два таких ребрышка. Отводим. Это в одну сторону, это в другую сторону. Слайс. Появилась здесь звезда. Один уголок. Отворачиваем. Слайс. Опять появились вот эти два ребра. Ну, загоняем их обратно. Сюда и сюда. Слайс. Видим знакомые фигуры. При куб шейпе мы с ними уже работали. Помним, что их нужно поставить перпендикулярно. Ну, и в этом случае проще вот это довернуть до горизонтального. Слайс. Опять знакомые фигуры. Их нужно поставить одинаково. Слайс. Ну, до этого дело было все легко. Здесь смещаем уголок один снизу. 0,2 ход. Слайс. У нас получается вот такая ситуация, с которой можно интуитивно выйти. То есть сверху должна быть желтая грань. Значит, если мы повернем вот эту желтую часть слева, она должна сохраниться. Снизу наоборот. Нужно белую часть расположить слева, а желтую справа. Делаем слайс. Ну, и до ворот. Снизу все осталось как прежде. Сверху что случилось? Красное ребро было здесь. Пошло сюда. Зеленое сюда. Оранжевое сюда. И синее вот сюда. Если мы прокрутим алгоритм для паритета еще раз, у нас асквайр обратно не соберется. Сделаем слайс. Три. Три. Слайс. Отводим на одно ребро в сторону. Слайс. Два ребра сюда. Два ребра сюда. Слайс. Один уголок. Слайс. Опять два ребра. Два ребра. Слайс. Сбираем куб шейп. Ставим перпендикулярно. Ставим одинаково. Запоминаем, что здесь нужно уголок снизу повернуть. И интуитивно доводим эти грани. Видим, что сквайр опять не собрался. Можем сделать еще раз. Слайс. Три. Три. Слайс. Слайс. И опять не собрался. Ну, на следующий раз соберется точно. Слайс. Три. Три. Слайс. Ребро. Два ребра сверху, два снизу. Угол. Два ребра сверху, два ребра снизу. Собираем куб шейп. Один уголок. Интуитивно дособираем. И вот все ребра собрались. Запомнить можно, если вот так вот потренироваться. Каждый четвертый раз, если собранного сквайра прокручивать алгоритм для паритета, сквайр будет собираться. Осталось разобраться только со средним слоем. Если мы все делали правильно, собирали желтый сверху, красный держали перед собой, то мы будем выходить только на одну ситуацию, когда нужно перевернуть вот этот кусочек. Ну, как бы вот так его перевернуть. Для этого используется нехитрый алгоритм. Слайс. 6.0. Слайс. 6.0. Слайс. 6.0. То есть, по сути, если применить обозначение из кубика 3 на 3. Слайс. У2. Слайс. У2. Слайс. У2. И вот он опять перевернулся. Слайс. 6.0. Слайс. 6.0. Слайс. 6.0. По идее, это можно делать на любом этапе. Но некоторые алгоритмы все равно разворачивают элементы среднего слоя. Поэтому смысла в этом нет. То есть, в самом конце можно средний слой развернуть. На всякий случай я покажу еще две ситуации, которые здесь возможны. Если вы случайно перепутали, какой цвет собирать сверху и вместо желтого собрали белый, либо у вас другая расцветка на скваре, а вы собирали по моему видео, то может случиться вот такая ситуация. Что как бы верхняя и нижняя грани собраны, а на среднем слое нужно вот эти вот элементы поменять местами. В этом случае достаточно сделать 1.0. Слайс. Меняем половинки. 6.0. Сверху. 6.0. Снизу. Слайс. И докручиваем. Минус 1.0. То есть, в некоторых случаях кому-то будет удобно собрать вместо желтой грани наверху белую. Вдруг она там соберется сама. Тогда в конце вы придете вот к такой ситуации. Я же рекомендую всегда собирать сверху желтые, чтобы таких ситуаций не было. Тогда всегда можно ограничиться предыдущей. Особо удачливые могут не только перепутать расположение желтой и верхней грани, но и получить еще несобранный средний слой. Можно, конечно, применить два предыдущих алгоритма по отдельности и поменять желтую и белую грани. Потом развернуть слой. Либо можно сделать все сразу. Слайс. 6.0. Слайс. 0.6. Слайс. Ну и доворот. Минус 1. Минус 5. Ну, одновременно решает и то, и другое. Я не рекомендую доводить до таких ситуаций, поэтому собирайте всегда желтую сверху. Помимо всего вышесказанного, хочу упомянуть еще такую вещь. Используя алгоритм M2, который я показывал в самом начале, M2, можно также переставлять ребра на верхнем и нижнем слое. И в некоторых случаях это бывает удобнее. К примеру, если нам нужно переставить два ребра сверху и два ребра снизу. Мы располагаем их спереди-сзади, что сверху, что снизу. И делаем M2. 1.0. Минус 1. Минус 1. Это вот M2 один раз прокрутили. Сверху делаем, получается 6.0, либо U2. И делаем M2 еще раз. То есть, по сути, если использовать обозначение из кубика рубика, мы сделали M2, U2, M2. M2, U2, M2. Можно еще U2 докрутить. Ну, вот они. Два ребра сверху и два ребра снизу поменялись. Используя этот принцип, можно решать еще несколько ситуаций. К примеру, если у нас ситуация, которая аналогична H1 на кубике 3х3. То есть, только верхний слой. Мы можем сделать M2. U2, M2. И у нас поменяются местами вот эти два ребра. Но поменяются и снизу также. Мы сделаем движение U, или 3.0. И сделаем процедуру еще раз. То есть, мы привели к ситуации, которую я показывал до этого. Делаем M2, U2, M2. Остается доворот. Аналогично мы можем решить H1 снизу. Тоже применяя M2. Делаем M2, U2, M2. Получаем, сверху два ребра переставились. Снизу два ребра собрались. Но остались еще два. Мы их движения, например, D' ставим соосно с верхними. И делаем еще раз. M2, U2, M2. Ну и остается довернуть. Более того, можем одновременно решить H1 на верхней и нижней грани. Для этого тоже самое делаем M2, U2, M2. Что у нас получилось? Тут собралось, тут собралось. А вот эти ребра нужно поменять. Поворачиваем их. Движение U, D' И опять делаем M2, U2, M2. Ну и дворот. Вот таким нехитрым способом, используя движение M2, можно решать еще несколько ситуаций на сквайре. На этом основной обучающий материал заканчивается. При помощи указанных алгоритмов можно собирать сквайра секунд за 40, за 50 уж точно. Я покажу на всякий случай еще, наверное, 3 сборки с объяснениями, после которых я предложу еще некоторое количество алгоритмов, которые могут ускорить вашу сборку, но не заставят прикладывать больших усилий для их запоминания, либо изучения. Их изучать сразу не обязательно, это по желанию, ну после того, как вы достигнете уже какого-то неплохого уровня. Например, те же 40-50 секунд по среднему времени. Можно, конечно, раньше, все зависит от желания. Первый скрам был вот такой, и мы видим, что тройной блок из углов есть сверху, и тут даже блок из четырех углов есть снизу. То есть нам повезло, и звезда соберется быстро. Располагаем снизу треугла, сверху треугла, справа от слайса, и собираем звезду. Получаем случай четный 2.6, который легко переводится к случаю 0.8, и отсюда делаем алгоритм для четного случая. Куб шейп собран. Видим сверху два желтых угла. Да, изначально я сразу взял, что у меня красный элемент, маленький слева, ну и спереди, естественно. Видим снизу также два желтых угла. Опять нам везет. Располагаем их, эти слева, эти справа, и не забываем сдвинуть нижний слой на единичку. Можно верхний, несущественно. Ну, как я говорил, тот, который я вращал, тот я и сдвигаю на единичку. Двигаем, получаем 4 собранных угла сверху, ну и белые снизу. Вижу здесь два ребра белых, и здесь два желтых. В этой ситуации за один алгоритм мы по базовому методу не соберем, поэтому выполняем сначала M2, и остается переставить по одному ребру. Располагаем сзади, спереди. Делаем алгоритм. Ориентированы все ребра и все углы. Переставлять углы нам не пришлось. Они собрались сами, поэтому переставляем сразу ребра. Смотрим. Все 4 ребра нужно переставить сверху и снизу. Тоже все 4. Ну, первым делом я, наверное, переставлю два вот этих ребра сверху, чтобы оранжевая сторона собралась. Ставим сзади и справа. С этой стороны мы за одну перестановку не сможем ничего собрать. Поэтому оставим в произвольном положении. Минус 2, 0, 3, 0, минус 1, минус 1, минус 2, 1. Доворот. Так, оранжевая сторона собралась. Но здесь как-то элементы стали поближе. Например, вот эти два переставим. Здесь, если мы переставим вот эти два, то соберется красная сторона. Будут собраны две противоположные. Это нехорошо. Поэтому переставлю вот эти два ребра, чтобы собралась зеленая. Располагаем сзади и справа. И тут. Минус 2, слайс. 3, слайс. Минус 1, 1, минус 2, 1. Здесь осталось два ребра. А снизу осталось три ребра переставить. Но мы уже начинаем догадываться, что нас ожидает паритет. Давайте в этом убедимся. Вот эти ребра разместим таким образом. Здесь нам нужно собрать... Если эти переставим, соберется зеленая грань. Нам это не нужно. Так что переставим вот эти. Чтобы было собрано синее и оранжевое. Всегда стремимся собрать смежные стороны. Располагаем вот так. Делаем алгоритм. И верхняя грань у нас собрана. На нижней нужно переставить 2. И даже нет смысла нам делать еще одну перестановку, чтобы собрать нижнюю грань и выполнить потом паритет на верхней. То есть мы уже можем сразу выполнять алгоритм для паритета. Слайс. 3, 3, слайс. 1, слайс. Ребра. Угол. Ребра. Собираем куб шейп. Уголок. И интуитивно. Видим, что снизу как было, так и осталось. Сверху будем дальше переставлять. Переставим. Для начала вот эти 2 ребра. Они уже хорошо стоят. Но снизу сами переставятся. Видим, низ собрался. Больше его трогать не будем. И сверху осталось 2 перестановки. То есть с одной перестановки снизу он разберется, со второй соберется. Переставим сначала вот эти 2 ребра, чтобы собралась оранжевая сторона. Ну и теперь останется 2 вот этих. Нижние оставляем неизменно. Ребра собраны. Выравниваем. Ну и чтобы собрать средний слой, делаем алгоритму. Слайс 6.0. Слайс 6.0. Слайс. И доворачиваем. Сквайр собран. Следующий скрамбул выглядит примерно вот так. Мы видим снизу тройной блок. И вот этот уголок, который легко поднять наверх. Если мы поднимем, у нас получится сразу двойной блок. Блок из двух углов. К нему надо доставить третий. Но если мы снизу ничего хорошего не получится, вот этот уголок или вот этот будем пробовать устанавливать рядом с этим двойным блоком. Если сделаем вот так, можем повернуть вот эти два угла к линию слайса. И по возвращении получим тройной блок. Отправляем его вниз. Вот у нас получается ситуация 3.5. Ее мы приведем к нечетной ситуации. Подводим вот эти три ребра к линии слайса. Отправляем вниз. Сдвигаем на один уголок. И возвращаем. Получаем как раз нечетный случай. Располагаем как положено. И делаем алгоритм. 2, 0, слайс. 1, 2, слайс. 3, минус 2, слайс. Минус 1, минус 2, слайс. 0, минус 3, слайс. Куб шейп собран. Собираем углы. Видимо сверху три угла. Снизу один угол. Я обычно ставлю. Если угол один, его вот сюда. И располагаю верхний вот так вот. Чтобы этот угол стал рядом вот с этим. Поскольку вращал я все-таки чаще нижнюю грань. Я здесь сдвигаю на единичку. Поднимаю. Получаю два угла рядом. Отвожу в сторону. И возвращаю. Получаем ситуацию, где нужно переставить два белых ребра и два желтых ребра. Их можно, конечно, решить по одному. Но лучше использовать более быстрые алгоритмы. 1, 0, минус 3, 0, минус 1, минус 1, интуитивно 4, 1. Все. Все элементы ориентированы. И мы смотрим на углы. Углы сверху стоят правильно. Снизу. Углаз нет. Значит, это копье. Выполняем алгоритм. Слайс. 3, 3. Слайс. 0, минус 3. Слайс. 3, 3. Слайс. 0, минус 3. Слайс. 3, 3. Слайс. И что мы видим? Сверху два ребра нужно переставить. И снизу тоже два. Нам повезло. Мы соберем все ребра за один алгоритм. Минус 2. Слайс. 3. Слайс. Минус 1. 1. Минус 1. Слайс. Минус 2. 1. Слайс. В таких случаях главное не ошибиться и правильно расположить те ребра, которые мы планируем переставить. Иногда на соревнованиях у меня было, что остается переставить два ребра сверху и два ребра снизу. Но я их располагаю неправильно и приходится делать дополнительные алгоритмы. А так сквайр собран. Третий скамбул. Как я и говорил, очень часто будет уже по три угла стоять рядом. В данном случае здесь три угла уже стоят снизу слева. Сверху тоже три. Сразу их опускаем. Выходим на ситуацию 4.4. Размещаем вот эти четыре ребра рядом со слайсом. Правляем вниз. Сдвигаем уголок. Возвращаем. И снова у нас четный случай. Решаем его интуитивно. И получаем куб. Опять легкая ситуация с желтыми углами. Тоже бывает достаточно часто. Не забываем сместить на единичку. И четыре угла собраны. Снизу у меня два ребра вертикальные. Сверху уголком. Сначала сделаю М2. Чтобы поменять. И останется еще вот эти вот отдельные ребра. Нижняя ставлю ближе к себе. Верхняя к задней грани. Делаем алгоритму. Минус 1. Минус 3. 4. 1. Минус 4. Минус 1. 3. 0. Все ориентировано. Глаза. И снизу тоже глаза. Располагаем их сзади. И выполняем алгоритм глаза-глаза. Слайс. Минус 3. 0. Слайс. 3. 3. Слайс. 0. Минус 3. Слайс. Все углы стоят правильно. Наверху надо переставить три ребра. Снизу все четыре. Ну, сделаем первую перестановку. Там будет видно. Здесь можно переставить вот эти два. И соберется оранжевая сторона. Располагаем сзади-справа. Здесь, наверное, вот эти два лучше переставить. Тогда соберется с синей стороны. Будет рядом с оранжевой. Располагаем, опять же, сзади и справа. Минус 2. 3. Минус 1. Минус 1. Минус 2. 1. Снизу появилась желтая сторона. И необходимо выполнить две перестановки. Сверху выполнить одну перестановку нужно. И, как мы уже понимаем, опять нам светит паритет. Убедимся в этом. Вот эти два ребра в любом случае станут правильно. А здесь лучше переставить в зеленый и синий, чтобы собралась синяя сторона. Всегда стремимся собирать максимально нижнюю сторону. Верхняя ожидаемо собралась. На нижний нужно переставить два элемента. Опять сразу делаем алгоритм для паритета. И сверху нужно переставлять все четыре, снизу два. Ну, здесь можно из любого положения сделать алгоритм. Нижняя грань собрана. Ну, а верхнюю за два подхода мы тоже дособерем. Сначала переставим два вот этих ребра, чтобы рядом с зеленой собралась оранжевая сторона. Располагаем сзади, справа. И переставляем два оставшихся. Снизу тем временем перемешались опять два ребра. Ну, сейчас они соберутся. Доворачиваем. Сквайр собран. Ну, средний слой в данной сборке собирать не пришлось. В этой части видео я покажу некоторые дополнительные алгоритмы, которые помогут вам ускорить сборку. Они не обязательны для изучения на базовом уровне. Если вы не уверенно собираетесь сквайра, то смотреть это вам пока не стоит. Достигните какого-нибудь хорошего времени, секунд 40-50, по крайней мере минуты, в среднем, и можно уже изучать что-то дальше. Начнем с куб шейпа. И сначала с тех случаев, где есть звезда. Мы все приводили к двум ситуациям. Я для, ну, к примеру, вот этого случая покажу альтернативный алгоритм. А для остальных прямые. То есть не приводя к четному либо нечетному случаю, а сразу. Можно решить за один алгоритм. В данном случае, вместо того алгоритма, который я показал, в некоторых случаях будет удобно использовать следующий. То есть мы сначала держали вот так и отсюда уже выполняли. Можно выполнять из вот такого положения. Тоже бьется пополам. Слайс. Минус 2. Минус 4. Слайс. И тут уже что-то знакомое и похожее. Верхнее ставим вертикально. Нижнее горизонтально. А вот эти вот фигуры. Слайс. Ну и уже знакомые. Слайс. В ситуации 4-4, когда также звезда собрана, можно не приводя к четному случаю, решить немного короче. Ставим так, чтобы делилась слайсом фигура симметрично. Два ребра с одной стороны, два ребра с другой стороны. Делаем слайс. 2-2. Слайс. И опять знакомые фигуры. Эту оставляем вертикально, нижнюю поворачиваем в минус 1. Слайс. Ну тут уже понятно. Сверху 3, снизу тоже 3. Слайс. Для ситуации 6-2, с собранной звездой тоже можно решить чуть короче. Располагаем опять же, чтобы слайсом билось симметрично. Делаем следующее движение. Слайс. Сверху минус 4, снизу минус 2. Слайс. Минус 1, снизу 4. Слайс. И получаем опять знакомые фигуры. В данном случае, если приводить к четному случаю, возможно даже будет и быстрее. Хотя движений больше. Ну вот смотрите сами, как удобнее. Для ситуации 5-3. Опять звезда собрана. Очень хороший алгоритм, который учить особо-то и не потребуется, но он значительно ускорит сборку. То есть мы до этого что делали? Опускали вот эти три элемента, подводили уголок и получали нечетный случай, который потом решали. Можно сделать как? Можно расположить вот эти три ребра справа от слайса, но в верхней стороне. И получается, что у нас одно ребро снизу, получается справа от слайса. Делаем слайс. И в нечетном случае было 2, 0, 1, 2 и так далее. Здесь мы сделаем 4, 0. И просто продолжаем делать нечетный случай. Вместо 2, 0 мы сделали 4, 0. Дальше. 1, 2, 3, минус 2, минус 1, минус 2, 0, минус 3. По-моему, очень удачный алгоритм. Помимо ситуаций, в которых есть звезда снизу, я отобрал еще несколько либо очень очевидных, либо легко запоминающихся. Ну, к примеру, если мы видим такую фигуру и такую фигуру, понятно, что мы располагаем их одинаково, делаем слайс и куб шейп собран. И в ситуации, когда у нас в скрамбле встретилось вот такое, не надо делать звезду. Можно сразу собрать. То же самое касается такого случая, когда у нас сверху такая бочка, снизу вот такая бочка. Мы их располагаем одну вертикально, другую горизонтально. Делаем слайс и получаем предыдущий случай, который тоже легко решается. Причем бочку можно как верхнюю расположить горизонтально, так и нижнюю. Решение аналогичное. Такую ситуацию мы можем вспомнить из решения четного случая. Мы не будем здесь сейчас делать звезду. Мы помним, что располагали вот эти фигуры одинаково. Делали слайс и вот они получаются опять две бочки. Одну можно поставить вертикально, другую горизонтально и доделать. И еще одна ситуация с похожими фигурами. Сверху фигура, которая была в прошлом алгоритме, снизу бочка. Держим так, чтобы слайс разделял симметрично обе фигуры. Делаем слайс. 4, 0, слайс. И получаем опять бочки. Доворачиваем вот эту горизонтально. Слайс. Ну и доделываем. Еще одна легко узнаваемая ситуация. Сверху бочка, снизу вот такая фигура. Если расположить их соосно, то можно сделать слайс. Минус 3, 0, слайс. И мы получим две таких фигуры. Доделываем минус 3, 0, слайс. И куб шейп собран. И аналогичная ситуация. Сверху такая фигура, снизу бочка. То есть кверх ногами, как бы с предыдущим случаем. Двигать будем просто нижнюю грань. Слайс. Получается 0, 3, слайс. 0, 3, слайс. Вот такая вот ситуация. На многих раздражает. Вроде почти все собрано. Но приходится собирать звезду. И при этом все разрушать. На самом деле, если верхняя и нижняя часть смотрят одинаково. Левая и передняя сторона у квадрата как бы собраны. И не хватает только вот этого кусочка. То можно решить очень быстро. Сверху и снизу одинаково. Располагаем их перпендикулярно. И делаем следующий алгоритм. Слайс. И уже понятно, что делать дальше. 3, 0. Слайс. Еще один достаточно узнаваемый случай, который можно быстро решить. Снизу у нас собранный квадрат. А сверху вот такая фигура. Тройной блок. Два ребра. Два ребра. Уголок. Фигура достаточно симметричная. Располагаем так, чтобы уголок стоял справа от слайса. Делаем слайс. Минус 1, 0. Слайс. И получаем наши знакомые фигуры. Сверху минус 3. Снизу также слайс. Похожая ситуация. Опять снизу квадрат. А сверху два угла. Два угла. Три ребра. Одно ребро. Тоже симметричное. Но как бы углы ребра немножко по-другому стоят. Располагаем вот так вот. Чтобы два ребра находились вправо от слайса. Вместе с двумя углами. Делаем слайс. 2, 0. Слайс. И опять уже узнаем. 3, 0. Слайс. Фигура как в прошлой ситуации. Держим ее кверх ногами. И снизу у нас точно такая же. Перед началом алгоритма нижнюю чуть-чуть сдвинем. На единичку. Вот так. Делаем слайс. И получаем знакомую уже бочку сверху, бочку снизу. Поворачиваем бочку вот так. И доделываем. В следующий случай. Видим вот такую фигуру. Три угла в ряд. Здесь три ребра. Угол. Ребро. Но снизу фигура точно такая же. И стоит точно так же. Чтобы решить. Делаем слайс. Минус один. Снизу четыре. Слайс. И получаем знакомые фигуры. Минус три. Ноль. Слайс. Вот такая ситуация. Опять фигура из предыдущих случаев. Три угла. Два ребра. Два ребра. Угол. Но снизу тогда был квадрат. А сейчас точно такая же фигура. Для того, чтобы выполнить здесь алгоритм. Мы сначала сдвинем нижнюю фигуру на один уголок. И делаем следующее движение. Слайс. Один. Ноль. Ну, видим бочки. Слайс. Минус три. Минус три. Слайс. И еще пара алгоритмов, которые не очень короткие, но очень легко определяются. Снизу квадрат. Сверху бочка. Бочку располагаем таким образом, чтобы уголок находился вот здесь. И справа от слайса было два ребра. Делаем слайс. Два. Два. Слайс. Ноль. Минус один. Слайс. Два. Два. Слайс. Минус один. Ноль. Слайс. Ну и знакомые фигуры. Ну и еще одна ситуация. Опять снизу квадрата, сверху вот такая вот фигура. Она вам уже знакома. Вот из такого положения можно сделать следующий алгоритм. Слайс. Минус один. Ноль. Слайс. Два. Ноль. Слайс. Минус два. Ноль. Слайс. Два. Ноль. Слайс. Минус один. Ноль. Слайс. Минус три. Ноль. Слайс. При желании алгоритмы для предыдущего и этого случаев можно применять и для противоположной ситуации. То есть когда сверху квадрат, а снизу фигуры. Ну, немножко подумав, можно до этого дойти. На этапе ориентации ребер я не показалось всего лишь три случая. И из них самый интересный вот такой. Чтобы его решить за один алгоритм, можно сделать следующее движение. Ноль. Минус один. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Один. Один. Слайс. Минус три. Ноль. Слайс. Минус три. Ноль. Слайс. Ну и до ворот. Достаточно простой интуитивный алгоритм. Для ситуации, когда сверху галочка, а снизу ребра находятся друг напротив друга, можно сделать такой алгоритм. Один. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Три. Ноль. Слайс. Минус один. Минус один. Слайс. Минус два. Один. Слайс. Минус четыре. Минус один. Слайс. Ну и до ворот. Ноль. Один. И аналогичный алгоритм для похожей ситуации. Здесь два ребра расположены вот так. Здесь вот так. Сзади. И получается слева. Ноль. Минус один. Слайс. Ноль. Минус три. Слайс. Ноль. Минус три. Слайс. Один. Один. Слайс. Минус один. Два. Слайс. Один. Четыре. Слайс. И до ворот. При перестановке ребер удобно использовать некоторые дополнительные алгоритмы, которые переставляют большее количество ребер за раз. Самые короткие случаи это юпермы Юперм сверху, юперм снизу То есть перестановка трех ребер сверху и трех снизу Причем перестановки должны быть в одну сторону Если здесь против часовой стрелки, то и здесь Если смотреть снизу, то получается против часовой стрелки Визуально это выглядит Здесь смежные цвета, здесь противоположные Слева мы оставляем собранные стороны Должно быть не собрано три ребра Одна сторона на каждом слое должна быть собрана Смежные, противоположные Выполняем следующий алгоритм Минус пять, ноль, слайс Три, ноль, слайс Минус один, минус один, слайс Три, ноль, слайс Минус пять, один, слайс И доворот, минус один, ноль Обратную ситуацию решает похожий короткий алгоритм В этом случае у нас здесь противоположные цвета, здесь смежные Все также нужно переставить по три ребра на каждой грани Слева собранные стороны Один, ноль, слайс Пять, минус один, слайс Минус три, ноль, слайс Один, один, слайс Минус три, ноль, слайс Ну и доворот Если необходимо переместить три ребра только на верхней грани То есть стандартный юперм Цвета противоположные Делаем следующее движение Минус три, ноль, слайс Три, ноль, слайс Один, ноль, слайс Ноль, минус три, слайс Минус один, ноль, слайс Минус три, ноль, слайс Один, ноль, слайс Ноль, три, слайс И доворот При желании можно делать алгоритм очень быстро Аналогичный алгоритм для нижнего слоя выглядит следующим образом То есть опять противоположные цвета И три ребра нужно переставить Делаем ноль, три, слайс Ноль, минус три, слайс Ноль, минус один, слайс Три, ноль, слайс Ноль, один, слайс Ноль, три, слайс Ноль, минус один, слайс Минус три, ноль, слайс И доворот И обратный алгоритм для двух предыдущих случаев U1 сверху Получается против часовой стрелки Цвета смежные Минус 2 0 Слайс 0 Минус 3 Слайс Минус 1 0 Слайс 3 0 Слайс 1 0 Слайс 0 3 Слайс Минус 1 0 Слайс Минус 3 0 Слайс Доворот здесь вот такой И перестановка на нижней грани Цвета смежные Три ребра переставляем 0 2 Слайс 3 0 Слайс 0 1 Слайс 0 Минус 3 Слайс 0 Минус 1 Слайс Минус 3 Слайс 0 1 Слайс 0 3 Слайс Доворот Случай, когда нужно переставить три ребра сверху и снизу, но в разных направлениях. А визуально здесь цвета смежные, слева опять стороны собранные. Здесь в основном я для U1 собрал те алгоритмы, где у нас левые стороны будут собраны. Чтобы их определять было проще. В данном случае мы можем либо дважды использовать алгоритм стандартной перестановки двух ребер, либо небольшую его модификацию. Минус 2 0 Слайс 3 0 Слайс Минус 1 Минус 1 Слайс 3 0 Слайс Минус 2 1 Слайс Минус 1 Минус 1 Слайс 3 0 Слайс Минус 5 И обратно алгоритм, где здесь цвета противоположные, выполняется следующим образом. Минус 2, 0, слайс. 5, минус 1, слайс. 3, 0, слайс. Минус 2, 1, слайс. Минус 1, минус 1, слайс. Минус 2, 1, слайс. И доворот 2, 0. Интересная ситуация и легко решается это z1, как на кубике 3х3. Решить можно с использованием алгоритма m2. m2, u, m2, u, m2. Все. Решено. То есть можно использовать как запись m2, u, m2, u, m2. Либо стандартная запись для сквайров. Там некоторые ходы сокращаются. Но удобно запомнить именно вот так. Аналогичная ситуация z1 снизу. Решается, соответственно, точно так же, но движением нижней грани. Делаем m2, d, m2, d', m2. И все собирается. Опять же, если записывать через язык вращения сквайра, ходы сокращаются. Стандартный алгоритм для паритета, который мы используем в базовом методе, перемещает ребра верхнего слоя против часовой стрелки. В данном случае, если нам нужно переместить только 4 ребра на верхнем слое и все против часовой стрелки, мы можем просто сразу использовать паритет. Не применяя алгоритм, представляющий два ребра. И сквайр соберется. В случае, если у нас 4 ребра нужно переставить не против часовой стрелки, а по часовой стрелке, можно использовать алгоритм обратного паритета. На самом деле, он почти такой же, в нем меняется всего лишь несколько ходов. Начинаем точно так же. Slice 3, 3. Slice 1, 0. Slice минус 2, минус 2. Slice. Но, стандартно паритет, здесь был ход 2, 0. Мы сделаем минус 2, 0. Дальше продолжаем так же. 2, 2. Минус 1, 0. Минус 3, минус 3. Slice. Здесь немножко будет отличаться. 1, 0. И интуитивно дособираем. 2, 2. Slice. И до ворот. Удобно использовать, легко запомнить. В случае, если необходимо переставить только 2 ребра, которые располагаются друг напротив друга, а все остальное на сквере собрано, мы можем использовать стандартный алгоритм паритета, но с небольшими изменениями. Начало точно такое же. Slice. 3, 3. Slice. 1, 0. Slice. Минус 2. Минус 2. Slice. 2, 0. Slice. 2, 2. Слайс. И здесь мы должны были сделать минус 1, 0. Вместо этого сделаем 3 других хода. Сначала 0, минус 2. Slice. Потом. Минус 1. Минус 1. Slice. 0, 3. Slice. Дальше продолжаем, как и было. Минус 2. Минус 3. Slice. 0, 2. Slice. Минус 2. Минус 2. Slice. Ну и доворот. Минус 1, 0. Небольшие изменения. Вместо одного хода получается 3. Чуть длиннее алгоритм, но зато позволяет решать вот такую ситуацию, которую легко определить. Покажу еще 4 интересных случая, которые легко решаются. Здесь мы сверху видим ситуацию как для паритета. То есть 4 ребра нужно передвинуть против числовой стрелки. Но снизу у нас нужно переставить 2 ребра. В этом случае как бы стандартный паритет и снизу 2 ребра можно решить через М2. Делаем М2. У. М2. У. М2. Ну и заворачиваем. У2. То есть если нужно передвинуть ребра против числовой стрелки, мы делаем движение У по часовой. Если будет наоборот, то будем делать У штрих. К примеру, в этом случае нужно переместить ребра по часовой стрелке. Снизу опять же 2 ребра нужно переставить. Будем делать М2 и движение У штрих. М2, У штрих. М2, У штрих. М2. Все собрано. И аналогичная перевернутая ситуация. Сверху нужно поменять 2 ребра, а снизу переставить 4. А здесь легко определить. Если ребро зеленое пойдет сюда ходом D, то делать в алгоритме будем наоборот ход D' Делаем М2, D' М2, D' М2, D' М2, D' И обратная ситуация. Опять сверху переставить, ведь нужно 2 ребра. Снизу получается в эту сторону 4 ребра. То есть, красное ребро сюда становится ходом D', значит, в алгоритме будем использовать движение D. М2, D. М2, D. М2, D. Ну, D2. В данном случае. И все собирается. На этом все, что я хотел рассказать в этом видео, оно получилось очень длинным. Но смотреть его сразу и целиком, наверное, нет необходимости. Можно осваивать по частям. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok